Ребята, всем привет! Сегодня я своей жене буду задавать 33 вопроса, которые относятся к её положению к беременности. Посмотрим, что она будет отвечать. Готова? Ну давай, готова. Первый вопрос. Если малыш не даёт узнать свой пол, поворачивается попой, на что он намекает? Ну, не хочет просто знать, чтобы мы знали, что мы знаем, кто он. Кто он? Человек. Ну, либо девочка, либо мальчик. Малыш уже знает, как сделать свой первый селфи в утробе? Естественно, знает. Ну, ты его учила? Конечно. Я? Да, ты. Какие песни ты слушаешь, что малыш постоянно пинается в животике? Трактор и Лео Тик. Все вот эти детские песни. А зачем они ему нужны в утробе? Потому что у меня ребёнок Саша слушает это. Сколько пар носков понадобится, если у тебя родится тройня? Дофига. Просто дофига. А точное количество знаешь? Нет. Каким видом спорта будет заниматься твой малыш или малышка? Наверное, плавание. Это вообще-то моя идея была. У тебя же был в скейбол, вроде ли волейбол. Нет, я на плавание хотела дать, Яна. Какой жанр фильмов ты выбираешь для своих еженедельных кинопросмотров с малышом? Разных. Комедии, наверное, больше. Комедия-приключения. А если по-равду сказать? Там всё идёт. До рамы. Твой животик. Это скорее внутренний океан или космическая станция? Это внутренний океан. Почему? Почему? Потому что там воды дофига. Посматриваешь варианты организовать предварительные выборы имени для малыша? Нет. Сможешь ли ты научить малыша танцевать в Макарену до того, как он родится? Нет, уже не умеет танцевать в Макарену. Макарену, Макарену, Макарену. Как ты думаешь, малыш будет предпочитать книги с картинками или с большим количеством? Наверное, с картинками первое время будет интереснее больше. Да? Как ты думаешь, малыш уже заботится о своём стиле и выбирает, какие наряды носить в угробе? Нет. Навряд ли. Не думаю об этом. Пузырьковое сообщение от малыша. Эффектное средство связи или просто пузырьки? Наверное, просто пузырьки. Как думаешь, малыш сейчас учится делать акробические трюки или это просто зарядка? Наверное, больше пока зарядка, а потом будет уже трюки делать. Потом будет акробатика, да? Потом будет аж и хуже, не знаю. Как думаешь, малыш предпочитает классику или рок-н-ролл? Не знаю. Отвечай правду. Не знаю я, честно. Что, в первую очередь, купишь на деньги, которые получишь после рождения малыша? Еду ему разную потом. Поживай одежку. Конечно, одежку. Он там и так 9 месяцев уже только ждёт. Всё, что делает? И чё? Ну, одежду надо покупать и всё остальное. Как думаешь, малыш знает, что такое интернет и соцсети? Нет, ещё не знает. Не в курсах пока. Осторожно, малыш приближается. Эксперимент номер один. Что тебе хочется больше всего, пока тебе ничего нельзя? Мне? Годировки хочется. Твой животик сейчас больше похож на дыню или арбуз? Пока ещё не на то, не на то. Потому что очень маленький живот. Может, на капусту. Как ты можешь описать момент, когда тебе может хотеться одновременно ананас и варёную сгущёнку? Не знаю, это как пристрастие с общественной. Это был... Сейчас 20-й будет. Надо списывать дальше. Если твой код начал увеличиваться в размерах вместе с тобой, о чём это говорит? Нет, кто там. Здесь. А если тот, который там? Ну, зима. Все опухляются, все. Скажи, как одеть обувь и завязать шнурки на 8-9 месяце? Дай лайфхак. Ну как? С ложкой и потом попросить тебя завязать. Мне не позволял труда согнуться и завязать. А твое переменчивое настроение, это потому что ребёнок забирает себе весь позитив? Да. Как объяснишь своему малышу, что периоды праздничного обжорства официально закрыты на ремонт? Никак. Никак не объясню. Лучше создать ребёнку сберегательный счёт в банке или страничку в соцсетях, чтобы через 5 лет дать доступ? Ну, я лучше сберегательную книжку. Это фигня. Чтоб были деньги. Сколько денег накопишь? Не знаю, сколько дашь. Куда в путешествиях хочешь отправиться с малышом первым делом? Хочу в Китай. И в Тайланд. И? Да. Только вот эти два. А, ну Корея. Конечно. Отлично, всё, поехали. Какая поза для беременных тебе больше всего нравится, чтобы спать? Мне хочется спать только на пузе. На пузе же нельзя. Не знаю. Какая еда теперь находится в списке? Нельзя, но так хочется. Чипсы. Чипсы уже были. Я хочу их. Я понял, а ещё? Хочу, ещё хочу. Газировки. Ой, гадость. Тоже было. Не знаю, чего ещё. Или чипсы, газировка, как будто не еда. Всё равно. А так, что всё, у неё всё можно поспособить. Да? Да. Ну ладно. Какие особенные задачи для мужа появились на списке дел перед родами, помимо установки детской кроватки? Заказать генеральную всей квартиры, отравить всё вокруг. Есть какая-то главная примета у беременной? Нет. Что тебя больше всего раздражает, когда ты беременна? Слушай, с первого раза. А, я звоню себе. Ёл. Какой месяц из девяти самый простой? Ну, это же в данный момент сейчас пока. А пока мы записываем это видео? Ну, давай, это значит более лёгкий. А, это какой сейчас? Нет, опять уже стоит. Например, ты и не блеёшь, и ещё не задыхаешься от дышки. Какие беременные наставления ты бы себе дала, если бы вернулась к началу самой беременности? Я? Ну, как-как. Купить себе кучу разных платьюшек, одежды какую-нибудь. Потому что мне её так мало. А, то есть ей хватает одежды? Да. Обуви. А ты в чём сейчас ходишь вообще? Мало в чём. Потому что потом будет ещё жопа. А, без одежды, короче. Слышь, чё? Какие вкусы смешивала, которые бы не смешивала вне беременности? Ну, я ещё ни разу ничего не смешивала такого. Не пробовала смешивать. Давай попробуем. Эээ, я не хочу. А придётся? Почему? Потому. Почему? Ты же говоришь, что многие смешивают. Давай попробуем смешать что-нибудь. Мороженое с огурцами солёными. Или как там, чё там делают ещё. Я в туалет, давай пока. Смотри. Мороженое с огурцами солёными.